Автор субтитров А.Семкин Авторы этого будущего – те, кто живут и работают рядом с нами, а также в самых удаленных уголках планеты. Сотни тысяч ученых, миллионы умов трудятся над тем, чтобы перевести нашу с вами жизнь в цифровой формат. Прибавка эффективности преобразования, низкий коэффициент токсичности и экономия в стоимости производства. Команда самарских студентов готовится к испытаниям технологии создания высокоэффективных фотоэлектрических преобразователей на основе гетероструктур на базе пористого нанокристаллического кремния и карбидокремния. Соединения будут широко применяться в космической и наземной промышленности. Как будут выглядеть солнечные батареи будущего и почему до сих пор никто в России и в мире не опередил наших специалистов? Подробности в сюжете. Мощные компьютеры, продвинутые инженеры, которые жаждут прокачать свои скиллы и одна крутая идея на всех, что им стоит не только дом построить, они решили города возводить умные. Пока не основательное из бетона, а в облачном пространстве вполне себе выполнимое задание на лето для школьников, которым далеко за 25. Организаторы специально ушли от сухого определения конференции и собрали в летней школе робономика десятки ведущих специалистов в области блокчейна. Мы рассматриваем технологии, которые позволяют наделить роботехнические устройства некоторым уровнем экономической автономности. Ну, чтобы, например, вы, наверное, слышали слово цифровая экономика, что должны быть цифровые рынки, что должно происходить в электронном виде. И к этому всему добавьте то, что вы уже практически забыли, когда вы в последний раз наличными деньгами расплачивались. Вы чаще платите машинам, чем людям. В Тольятти выбран местом проведения конференции не случайно. Автоград вошел в список локаций, в которые будут реализовываться пилотные проекты программы «Умный город». В частности, в сфере ЖКХ благоустройства системы управления и планирования городскими ресурсами, а также городского хозяйства. Их внедрение стартует до конца года. «Умный город» – это одна из волн 4-й промышленной революции. Если вы откроете определение 4-й промышленной революции, то вы найдете очень страшную фразу «тотальный приход киберфизических систем». Другими словами, это множество роботов, которые объединены в сеть и которые делают нашу жизнь лучше. Соответственно, «Умный город» – это один из хэштегов, концепций, которые касаются того, каким образом мы можем вот эти объединенные в сеть машины использовать именно для задач горожан. Как нам объединить, например, логистику внутри города в последней миле. Вы, наверное, знаете, что это самая дорогая часть, например, доставки. Так, чтобы ее перенести на углеродонейтральные беспилотные летательные аппараты, которые вам в течение 30 минут в огромном мегаполисе доставят. При этом не будет выхлопов от двигателя внутреннего сгорания, не будет трафика повышенного на время на пробке. И при этом одновременно это все будет подключено еще к рыночному механизму. В рамках конференции для инженеров и разработчиков сначала стартовал интенсивный курс. Специалистам предложили поработать сетью Ethereum, освежить знания, как деплоить смарт-контракты и общаться через Whisper. В этих пугающих обычного человека терминах заключены, по сути, простые действия. Разработчики ищут варианты, как упростить взаимодействие между машиной и человеком, и между машиной и машиной. На основе технологии блокчейн, которая представляет собой огромную базу данных общего пользования. На основе этих данных и будет создаваться умный город. Специалистам предлагают включиться в разработку одного из трех концептов. Это сенсорная сеть, которая будет собирать данные об окружающей среде, беспилотные системы и 3D-принтинг. Технически все стеки, которые сейчас ребята, если выйдут в продуктивную сеть эфира, там в осенью на базе плата иропротокола уже можно сделать прикольные эксперименты. Ну, то есть еще мало, вряд ли можно сказать, что это будут какие-то продуктивные решения, потому что там есть трудности и самой блокчейн-технологии, она еще очень тяжело как бы скейлиться. Но прикольные какие-то кейсы применения, возможно, делать уже сейчас все для этого есть. Мы собираем симуляцию умного города, мы полностью хотим развернуть автономную сеть интернета без доступа в основную сеть, внутри нее развернуть необходимую нам технологическую платформу и к ней подключить множество различных роботов, которые у нас есть. И показать, как город может создать полностью свою независимую автономную сеть, которая будет обслуживать именно в первую очередь робототехнические устройства. От теории к практике. Спустя несколько дней обсуждений залов технопарка «Жгулевская долина» переместилась на природу, где участники конференции смогли попробовать себя в роли жителей умного города. Уже на месте в режиме реального времени специалисты протестировали разработанные ими системы и смогли опробовать концепты в деле. На сегодняшний момент в Тольятти складывается уникальная ситуация. Здесь разработаны уникальные технологии, конкурентоспособные на международной арене. Внедрение этих технологий на сегодняшний день происходит в Сингапуре, в Соединенных Штатах Америки. И также здесь, на Волге, испытывается водный дрон, испытываются дроны, измеряющие экологическую ситуацию. Задача умного города – помочь человеку за счет автоматизации применения технологий. И это касается абсолютно всех сфер жизни общества. Одним из самых обсуждаемых стал вопрос экологии, очень важный для Тольятти. Проводить исследования, держать ситуацию под контролем, участники конференции предложили за счет армии управляемых дронов и системы датчиков. К примеру, устройства, которые будут постоянно мониторить состояние воды, окажутся намного эффективнее существующей модели работы, когда состояние рек и озер проверяет бригада специалистов. С системой автоматической, которая будет мерить через какие-то определенные интервалы постоянно, вы как раз-таки заметите вот эту динамику изменений, что в принципе, если говорить о устойчивом развитии общества, об устойчивом развитии города, то без вот этого хорошего, хорошо отлаженной системы мониторинга, ну это нереально. Работать умные машины умного города будут по системе смарт-контрактов, одной из главных частей технологии блокчейн. Это договор между непосредственно роботом и человеком, или между роботом и роботом, который обеспечивает максимальную гарантию того, что сервис был выполнен, или услуга была предоставлена корректно. Услуги, которые может выполнять дрон, это первое, это видеофикация, которая сейчас очень популярна, второе, это уже непосредственно мониторинг, контроль, доставка. Сама же технология блокчейн удобна тем, что проста в использовании и доступна всем. Фактически все ее участники, а это жители города, представители власти, экологи, коммунальщики, то есть все, кто задействован в организации городского пространства, имеют равные права и доступ к наблюдению за выполнением тех самых смарт-контрактов. Сочетание нескольких множества общин могут запускать свои программы по улучшению качества окружающей среды, по снижению воздействия. И любые действия, которые измеримы и верифицируемы, записываются на этой платформе. Те, кто выполняет меньше таких действий, добиваются меньшего результата, могут приобретать результаты у тех, кто добивается большего результата. Тут рыночный подход, вообще говоря, не очень распространенный сейчас в России, но он рыночный, он точно измеримый количественно. А ценность того, чего вы достигли по энергосбережению, допустим, по развитию этих возобновляемых источников энергии, по снижению того мусора, который вы возите на полигон и других количественно измеримых результатов, определяется как раз, собственно, рыночной оценкой. То есть люди оценивают, насколько ваши результаты важны, ценны. А если власти устанавливают жесткие административные параметры снижения, то тогда это, да, это еще более усиливает ценность, когда люди уже вынуждены, или общины, или предприятия вынуждены отчитываться точными результатами, точными достижениями по улучшению качества природной среды. Технология блокчейн пока молодой и амбициозный проект, однако отдельные ее инструменты вполне успешно используются в банковской, финансовой сферах и администрировании. Разработчики уверены, умные города, созданные на основе этой технологии, недалекое будущее, а ближайшее – завтра. Самара в очередной раз подтверждает статус космической столицы, значит, о наших специалистах знают даже вне земного шара. Мечтайте и воплощайте свои самые смелые идеи в жизнь, наполняйте ее высокими технологиями и радуйтесь прогрессу. До новых встреч!